МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Хосе Драстик Бласко из испанской команды по каунтер-страйк готов покинуть киберспорт. Представляем новые многоканальные наушники с обратной связью. А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы расскажем о тактике игры на островах в Старкрафт. И, конечно, сегодня вы станете свидетелями матча корейского дерби, в котором сошлись два известных про-геймера Сторг и Надо. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. В ноябре этого года пройдет еще одно знаменательное событие для варкрафтеров. Многие помнят, что примерно год назад прошел первый турнир под названием Make Games Colorful, который отличился системой проведения. Игроки делились на команды и играли между ними, а в следующий игровой день забывали про командные союзы и сражались друг против друга. Также турнир отличился хорошим составом приглашенных игроков. Китайские организаторы объявили лишь примерное время проведения второго подобного турнира. Некоторое время назад пошли слухи о том, что Тодд, который покинул Маус Спортс месяц назад, присоединился к Грэвитос Гейминг. И недавно эта новость подтвердилась. Тодда, которого выбрали лучшим игроком Warcraft 3 в 2007 году, всегда считали одним из лучших игроков за Хуманов. Он выиграл такие турниры, как WEG и IEF Masters 4 Kings в WC3L. С такими игроками, как Хот, Элфитая и Тодд, Грэвитос Гейминг станут одной из лучших команд Европы. Американская экспансия Extreme Masters 3 продолжается. Появляется вся более полная информация о расписании турниров этой серии в новом свете. Известно, что все три больших чемпионата будут приурочены к различным технологическим и игровым выставкам. Разнообразием дисциплин, впрочем, нас не радуют. Большая часть призовых отдана на Counter-Strike 1.6, меньшей для World of Warcraft. Победители каждого из турниров получат право участвовать во всемирных финалах Extreme Masters 3. Хосе Драстик Бласко из испанской команды по Counter-Strike готов покинуть киберспорт. Он объявил о том, что ушел со своего капитанского поста X-Sixthens, оставив эту должность Антонио Флиппен Ривос. Хосе решил завершить свою карьеру, которая достигла пика в 2006 году, когда его команда одержала уверенную победу над поляками из Pentagram в финале со счетом 16-3. Состав X-Sixthens теперь состоит из пяти игроков. Добро пожаловать в школу виртуального спорта. Сегодня мы поговорим о тактике игры на островах в Старкрафт. Ряд карт Старкрафта, в том числе и турнирных, представляют из себя архипелаг. Это налагает определенные ограничения на игру, в частности, на перемещение наземных сил и разработку экспандов. Если вы играете на островной карте, то в первую очередь должны уделять внимание ПВО, постоянно быть в готовности отразить дробь противника или атаку его воздушных сил. На таких картах начинающие игроки часто уходят в чистый воздух, абсолютно не заботясь о наземных войсках. Это в корне неверно. Во-первых, держать сильный флот очень дорого, и он медленно восстанавливается. Во-вторых, экспаунд без какой-либо обороны на земле не продержится ими внутрь. Нападения на островах всегда комплексные. Как правило, это масс-дроб, особенно на поздних этапах игры. У зергов это груженные агролоды при поддержке муты. У людей дроб-шипы с врейтами. У протусов либо шаттлы и скауты, либо же универсальные юниты вроде гуннов, переброшенные на остров с помощью порталов арбитра. Также игра на островах открывает большие возможности для всякого рода диверсий и мелких вылазок. Постоянно терроризируете оппонентов всевозможными комбинациями дропов, воздушных ударов на незащищенные экспы и экзотических тактик, как то сброс ядерных бомб или же ночь длинных ножей в исполнении Дарк-темпларов. Победа не заставит себя долго ждать. Мы — виртуальная школа. Учитесь на пятерке, пока бесплатно. Разойдись! Смотрите далее. Недавно официально анонсировали новые модели компьютерных мышей. И, конечно, сегодня вы станете свидетелями матча корейского дерби, в котором сошлись два известных про-геймера — Stork и Nada. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Компания Galaxy Technology, как и другие верные партнеры NVIDIA, в день официальной премьеры графического адаптера GeForce 9500GT объявила о выпуске собственной серии видеокарт, построенных на базе этого бюджетного решения. В данную линейку вошли сразу 8 ускорителей. Друг от друга они отличаются исполнением и дизайном системы охлаждения, типом и объемом имеющейся наличия памяти, а также частотными показателями и набором выведенных на заднюю панель интерфейсов. Представляем многоканальные наушники с обратной связью E-Dimensional Audio FX51. Для разработки стиля данной модели был привлечен известный гуру моддинга Бенджамин Хеккендерн. Сбоку расположены 8 светодиодов, которые включаются в зависимости от увеличения громкости. На левом ухе закреплена штанга с микрофоном. Микрофон не мешает и не болтается, даже если вы очень эмоциональны и не сидите во время игры спокойно. Недавно компания Microsoft официально анонсировала новые модели компьютерных мышей Wireless Laser Mouse 6000 и 7000. Устройства представляют собой беспроводные манипуляторы, которые используют высокоточную лазерную систему для позиционирования, а технология Intelligent Tracking System обеспечивает плавность и точность движения курсора. Передача данных осуществляется посредством беспроводной передачи данных на частоте 2,4 ГГц. Радиус действия 10 метров. В ассортименте видеокарт, предлагаемых компанией BioStar Microtec, появились две новинки на базе новейшего графического процессора NVIDIA GeForce 9500 GT, ориентированный на экономных геймеров. Каждый из ускорителей изготовлен с использованием высококачественных конденсаторов с твердым электролитом и оборудован альтернативным по дизайну кулером. Разработчики применили систему пассивного охлаждения на основе массивного медного радиатора. Приветствуем вас, уважаемые любители киберспорта! Сегодня мы посмотрим матч корейского дерби, имевшего место быть 9 марта сего года, в котором сошлись два известных про геймера Stork и NADA. Протас Сонг Бьюнг Гу, известный под ником Stork, выступает за команду Han и на данный момент занимает третье место в рейтинге KESPA, Корейской Ассоциации Профессиональных Игроков. Он является безусловным фаворитом этого матча. Его противник, тиран Ли Юн Эйол, он же горячо любимой публикой NADA из команды We Made Fox, занимает десятую позицию в национальном рейтинге и, несмотря на свой более низкий статус, способен составить Stork'у конкуренцию. Каким бы ни был исход этой встречи, она обещает быть захватывающей. Бой проходит на карте Blue Storm версии 1.1. Игроки расположились прямо друг напротив друга. Надо на шести часах Stork на часе. Данная карта изобилует узкими проходами и в исполнении тирана мы видим классический блок из сапли Депота и барака на проходе к Мэйну, в который упирается разведчик Тосса. Под прикрытием танков тиран проводит организацию экспаунда на выходе с Мэйна. Неподалеку скучает гунн на разведчики Тосса. Появление в воздухе барака провоцирует их на вылазку, но танки без труда с ними справляются. И так первая кровь пролилась. Тиран перемещает свои основные силы в центр карты, но беспечность, с которой он относится к висящему над войсками вражескому обсерверу, приводит к нападению пачки гуннов при поддержке Зилов. Это стоит надо почти всех войск. В живых остаются только четыре танка. Конечно, они отбили атаку Тосса, полностью уничтожив нападающих. Но не будем забывать о том, что у Сторка ресурсов больше, и он быстро наклепает новых бойцов. В следующем эпизоде надо гораздо смелее, и мы видим, как его танки осаждают северный экспаунд Протуса. Сторк пытается прорваться с тыла, но его проход затрудняет минные поля Тирана и суетящаяся неподалеку пачка Вуль Тур. Тиран занимает крайне удобную позицию в центре карты, расположив свои войска широкой линией. Этим он окончательно блокирует проход Тосса к экспаунду. Сторк, видя такие дела, отводит своих гуннов вглубь обороны. Нарастив боевую мощь, Сторк устремляется в атаку. В составе ударного плака Тосса присутствуют маги-темплары и даже арбитр. Сторк методично проносит танки Тирана, уничтожая по ходу движения заграждения из мин и торелей и нада. Тиран организует контратаку на один из южных экспаунду Тосса. В ней участвует группа Вольдур, которая без шансов сливается под заградительным огнем пушек и гуннов Тосса. Сторк тем временем нейтрализует свежий экспаунд Тирана на 11 часах. Войска противника встречаются уже который раз в центре карты, но без детекторов в виде турелей у Тирана практически нет шансов. Собственные потери Тосса минимальны. Из последних сил надо все-таки отбивает атаку Тосса, чем спасает свой экспаунд. Однако на подходе свежие силы Сторка. В атаке участвуют архоны, арбитр и целая туча гуннов. Они достигают базы Тирана и тот в отчаянной попытке бросает в защиту все свои силы. Конечно же у Ультур, танков и тем более рабов Тирана нет абсолютно никаких шансов противостоять силам Сторка. В итоге Нада вынужден сдаться. Итак, в исполнении Сторка мы увидели классическую макро-игру, основанную на методичном захвате карты, грамотном планировании и хладнокровном ведении позиционной борьбы с острыми выпадами в сторону противника. Все вместе это принесло ему безоговорочную победу над Нада. Наше поздравление Сторку. Он еще раз доказал, что не зря входит в тройку лучших игроков планеты. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов, новые уроки школы виртуального спорта и, конечно, самое интересное, новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова